Сегодня в Мурме прошел второй муниципальный конкурс музеев общеобразовательных учреждений. Свои небольшие храмы истории и искусства представили 17 школ округа. Анастасия Белова с подробностями. Здравствуйте, гости званные, гости желанные. Милости просим нашу горюку. О русской кухне ученики седьмой школы знают немало. Где готовили, как ели, какими столовыми приборами пользовались наши предки. На создание кулинарного музея в школе ушел целый год. Экспонаты для него собирали всем учебным заведением. И сегодня своим проектом ребята делятся на конкурсе. Объявили конкурс, два конкурса. Сначала вместе с бабушкой. Это когда мы объявили бабушкам, они приносили всякие там самовары, разведочные доски старые. Потом конкурс был вместе с мамой. Там уже приносили и учителя, и мамы. Все, что у кого кто есть. У нас есть еще один музей, это не Теремен. Он о Великой Отечественной войне, про старый радиозавод. Те, кто раньше учились в нашей школе. Это уже второй окружной конкурс музеев образовательных организаций. В этом году школы представляют свои экспозиции в номинациях. Новое в школьном музее и юные экскурсоводы. Две возрастные категории. Музеи продолжают жить, музей развивается. И наш конкурс уже стал традиционным. И проводим мы его с 2016 года. И первоначально это был конкурс просто юных экскурсоводов. А уже второй год мы проводим именно конкурс школьных музеев. На сцене ребята рассказывают не только об исторических личностях и событиях, но и современности. На конкурс представлены персональные экскурсии учеников по свежим экспозициям, посвященным талантливым жителям Мурома. Авторы лучших презентаций, самые способные юные экскурсоводы, не остались без наград. Анастасия Белова, Алексей Капотов. Новости Муром.